Департамент Дорог и Транспорта На какие деньги, каков объем работ, вопросов масса на самом деле Да, начну с того, что в целом в городе у нас сейчас 1116 остановок То есть это достаточно существенное количество Достаточно многие из них сейчас требуют в той или иной степени приведения их в надлежащее состояние Жители могут видеть, что где-то либо остановки нет совсем Где, например, недавно демонтировали киоски Либо где-то у нас проблемы с разбитым стеклом Ну, с какими-то недочетами по содержанию Сейчас у нас сформирована пятилетняя программа По приведению всех остановочных пунктов в нормативное состояние 1100, вы сказали? 1116 1116 Да Можно ли говорить о каком-то объеме денежных средств? В какие деньги это оценивается? На 5 лет 68 миллионов рублей А будут ли привлекаться какие-то маститые дизайнеры, бюро? Ну, просто естественно, в память любого пермика всплывает знаменитые остановки от Артемия Лебедева Наверное, столь значимых проектов у нас не предвидится Тем не менее, сейчас формируется новый дизайн остановочного пункта В первую очередь он должен быть практичным, удобным Он должен гармонировать в целом с той городской средой, которая у нас есть В том числе с учетом реконструкции Комсомольского проспекта С теми дизайнерскими решениями, которые там будут применяться И вот в этом году мы уже начнем их установку И применники смогут оценить, насколько хорошо они вписываются в наше пространство Это будут некие инновационные объекты? Либо это такая, знаете, максимальная практичность? Что вообще это будет? Хотя бы, ну, может быть, какие-то мысли, которые именно в вашей голове Может быть, дизайнеры там что-то другое рисуют Но ТЗ-то ведь вы, наверное, подписываете или формируете На самом деле, в первую очередь, мы ставим задачу практичности Чтобы человеку было удобно ждать транспорт У нас предполагается 5 основных типов размеров остановочных пунктов Это павильоны разной вместимости, там, до 130 человек Да, вот указывалось на понимание, да? Упоминалось, что остановка должна вмещать от 40 до 135 человек Да, грубо говоря, 40 человек — это навес размером 5 на 1,5 метра То есть это на тех остановках, где у нас площадь не позволяет поставить большой павильон В голове, знаете, 4 деревянных столба и несколько кусков шифера Скажите мне, что это не так Это не так Это по предварительным наброскам дизайнеров достаточно симпатичная стеклянная конструкция Из закаленного стекла, которое должно, скажем так, выдержать какие-то вандальные действия Кроме того, все остановки мы будем сопровождать отдельными информационными стойками Чтобы на них можно было размещать объявления, а не клеить их непосредственно на сам остановочный павильон Ну, может быть, имеет смысл применять какую-то краску? Я знаю, есть разработки, то есть на эту краску эти объявления просто не клеятся Ну, более грубое решение — это сетка рабица вокруг столбов Мы можем наблюдать ее в центре Да, действительно, в борьбе с объявлениями жители, например, Дзержинского района Могут наблюдать, как некоторые остановки были выкрашены в черный цвет Ну, не совсем, наверное, это правильное решение с точки зрения внешнего вида Когда, решая проблему с объявлениями, мы создаем проблему, что остановка просто неэстетично выглядит на фоне городского пространства Все-таки разрабатывает, а кто будет вот эти пять типовых остановок? Не знаю, пермские дизайнеры, архитекторы, либо же мы же любим голландские специалисты, дизайн-бюро и так далее Нет, это пермские специалисты Наш департамент совместно с департаментом градостроительства и архитектуры сейчас согласовывает их внешний вид Думаю, что, может быть, в ближайшее время даже в рамках какого-то пресс-релиза мы сможем его опубликовать Пресс-конференции с макетами Пресс-конференция, может быть, громко сказана, но выставить на всеобщее обозрение мы эту информацию можем Хорошо, принимается Только практика, либо же все-таки, ну, вы понимаете, очень хочется новаций Очень хочется умного света, который будет включаться Возможно, если знаете, ну, я уверен, что знаете, в холодных регионах там были интегрированы какие-то тепловые пушки, чтобы там жители обогревать Зарядки для телефонов, USB-выходы, Wi-Fi На самом деле мы сейчас ведем переговоры с несколькими разными компаниями по поводу внедрения в городе умных остановок То есть остановка, которая, вот как правильно сказали, там, включает в себя и зарядку телефона, и доступ к интернету Наличие информационного табло в части сервисов там по времени прибытия транспорта, выводу какой-то социальной информации Но это пока находится в проработке, сейчас мы пытаемся понять экономику этого проекта То есть сколько это будет стоить, во-первых, для города И, скажем так, на каких условиях инвестор будет готов эти остановки в будущем содержать Можете привести хотя бы какой-то порядок цифр? В какие суммы сегодня обходится содержание одного остановочного пункта? Ну, хотя я понимаю, что, наверное, павильон там площадью, который рассчитан на 135 человек, но, наверное, он требует больших затрат, чем какая-то маленькая остановочка где-то там в отдаленном районе В среднем сейчас, чтобы содержать остановку, учитывая, грубо говоря, уборку павильона, какие-то работы по его ремонту, это порядка 28 тысяч в год на одну остановку Ну, тем не менее, их надо взять из нашего с вами кармана и потратить именно на это, а могли бы на что-то другое Но, тем не менее, это правильно, потому что остановки должны быть в порядке Да, вот чем бережнее жители будут относиться к остановкам, тем, соответственно, меньше их же денег мы будем тратить на их содержание Вот, вот, вы представляете, то есть идея-то благая, как обычно, но в результате там каленое стекло покрыто трещинами, стекло обвалилось, рухнуло, не выдержало мощного удара представители того или иного микрорайона Розетки выдраны и так далее, то есть здесь же потребуется больше денег, чем просто почистить снег и поменять лампочку условно Да, конечно, но, тем не менее, мы должны прививать и культуру, и жители должны видеть, что город старается сделать ожидание транспорта более удобным Будем надеяться, что это будет оценено нашими жителями Вы упомянули сроки 5 лет Можно хотя бы примерно понять, когда там первый остановочный комплекс уже будет открыт для пассажиров? Но 5 лет, я так понимаю, что это юбилей Перми все-таки Да, то есть к 2023 году мы должны полностью, скажем так, привести к надлежащему состоянию все остановочные пункты Уже, я думаю, что к августу этого года мы начнем в центральном планировочном районе ставить новые остановки Мы рассчитываем, что в первую очередь мы приведем в порядок центральный планировочный район Параллельно будем заходить на те точки, где у нас демонтированы киоски Например, улица Мельчакова, конечная остановка, микрорайон Садовый Где вот жители в первую очередь это видят То есть все эти ключевые точки мы постараемся решить Две минуты остается у нас Можно ли говорить, что это будет приоритетным проектом для вашего департамента в этой части на ближайшие годы? Либо же есть важные моменты, которые более значимы, те же трамвайные пути? На самом деле у департамента... Каждая задача является приоритетной, особенно учитывая те изменения, которые мы сейчас запускаем в сфере перевозок Действительно остановки это один из ключевых моментов, потому что человек ожидает транспорт, в первую очередь приходя на остановку И первое, что он видит, это остановка Соответственно их также надо приводить в порядок, как и транспорт, как и спутствующую инфраструктуру И вот начинали говорить про трамвайные пути, надо сказать, что... Кратко, если можно, у нас меньше минуты осталось Да, что вот за несколько лет впервые начинается целевая программа по капитальному ремонту трамвайных путей Вот уже в этом году строится улица Революции В следующем году мы продолжаем ремонт Это улица Уральская, Петропавловская И постепенно всю трамвайную инфраструктуру мы должны привести к хорошему состоянию, чтобы человеку было комфортно передвигаться На той же самой улице Революции, ведь она уже будет открыта в этом году, поправьте меня, если... До конца этого года там должны закончиться строительные работы Там же уже должны быть новые остановки, будут ли они соответствовать вот тем проектам, которые еще только разрабатываются? Дизайн остановок Там будут ставиться остановки по проекту, соответственно, когда проектировалась улица Революции Возможно, они будут отличаться немножко от того дизайнерского решения Но, тем не менее, да, они полностью выполняют ту задачу, которая стоит перед остановкой Отличный ответ! Спасибо большое, Анатолий Путин, наш в студии, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Спасибо еще раз Ну, а обсуждали мы судьбу пермских остановочных комплексов В ближайшие пять лет, как мы выяснили, все 1116 остановочных пунктов будут обновлены Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!